Здравствуйте! Вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главное событие к этому часу. Самару-арену строят четко по графику. У стадиона заканчивают монтировать крышу и взялись за интерьеры. Мобильная приемная губернатора решает проблему на месте. Без лишней бумажной волокиты в одном из самарских домов построят крышу. Течет река Волга. Что несут в себе волны Великой Русской реки, проверили самарские экологи. Губернатор Николай Меркушкин после рабочей поездки на стадион провел совещание по вопросу строительства Самар-арены с архитекторами. Обсуждали и благоустройство территории вокруг этого спорткомплекса, а также вопросы внутренней отделки здания. На совещании с архитекторами губернатор обсудил элементы внутренней отделки чаши стадиона. Этот вопрос требует особого внимания. От того, каким будет внешний вид арены, зависит и телевизионная картинка, которую видит весь мир. Если там рекламы, может быть, что бы не отвлекало, не будет, не будет, то надо дотоку сделать так, а если уж будет рекламу FIFA, то пусть снимается и остается тот вид, который будет устраивать всех по восприятию. И создаст картинку телевизионную соответствующую. Особое внимание губернатор поручил уделить трём бетонным кольцам по периметру стадиона, который делит Самару-арену на ярусы. Также архитекторы будут детально прорабатывать элементы декорирования под трибунных помещений. Главные требования главы региона – все работы по внутренней отделке и благоустройству должны соответствовать самым строгим современным мировым стандартам. И там, где у нас второй уровень ВИПа, не стеклить к чемпионату мира. Вот есть первый уровень, где стелобат, под над ним ВИП. И следующий, скажем, бизнес-зона, тоже ВИПа, может быть, ту зону не стеклить и уйти неким этим дополнительным в глубину. Или там уже конструкция такова, что надо тепло сохранять во всём объёме. Ну, давайте посмотрим проект. В течение недели самая сложная часть строительства стадиона, монтаж консолей купола, будет завершена. Работы по благоустройству прилегающей территории и связанные с внутренней отделкой Самар-арены идут параллельно. Поэтому нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок. Строительство ведётся чётко по графику. Екатерина Семёнова, События. Вернуть дому крышу с такой просьбой обратились жители пятиэтажки к губернатору. Вопрос начали решать прямо на месте. В регионе заработала новая форма работы с обращениями граждан. Мобильная приёмная губернатора. Специалисты выезжают на проблемный объект вместе с представителями профильных ведомств и решают недочёты на месте, избегая лишней переписки. Подробнее Марина Матвейшина. Этаж, которого нет. Пятиэтажка по замыслу строителей должна быть на уровень выше. Но вот уже 37 лет дом недостроен, хотя заселён. Люди с нетерпением ждут капитального ремонта крыши. Нужен нам капитальная реконструкция кровли. У нас дом такой. Он недостроен. Он просто недостроен. И вместо крыши у нас сейчас, в данный момент, перекрытие шестого этажа и рубероид. Всё, больше там чего нет. А у нас льёт до третьего этажа. Грибок идёт по стенам. Дом стоял в очереди на капремонт на 2019 год. Но после изменения в законодательстве автоматически перенёсся на 43-й. Жители обратились в мобильную приёмную губернатора. Система не учитывает таких форс-мажоров, как отсутствие крыши, как факты. Но ждать все эти годы слишком рискованно. Дом может просто рухнуть. Представители областного министерства ЖКХ и энергетики предлагают сначала провести экспертизу. Водостоков нет и не было в принципе. А какое состояние утеплителя, там что, какой пирог есть, это неизвестно. То есть, если эту крышу ремонтировать, то её, видимо, надо в полную реконструкцию в соответствии со СНИПами. То есть, сделать её или односкатную, но больше наклон, или скатную, двускатную, с организацией как парапетов выступающих, так и водостопов. После заключения специалистов станет понятно, что именно нужно делать и сколько на это потребуется денег. Сроки ремонта будут перенесены на более ранний срок, ну, а конкретно на 2019 год, как это и было изначально запланировано. Сейчас у нас основным моментом является, что мы должны провести экспертизу. Все жильцы абсолютно поддерживают это решение, готовы подождать немного. На встрече принято решение, экспертиза будет проводиться полностью за счёт управляющей компании. Жильцы не понесут никаких затрат. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Вся информация о вашем доме на одном портале. С июля вступили в силу поправки в законодательство, которое обязывает как поставщиков ресурсов, так и управляющие организации размещать данные о своей деятельности в электронной системе ГИС ЖКХ. На руководителей организаций, которые проигнорируют это, будут заводить административные дела. Управленцам грозит дисквалификация на срок от одного года до трёх лет. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил ускорить работу по внесению информации в систему. Уважаемые коллеги, если это не будет в системе ГИС ЖКХ и все виды ремонта работ, которые сейчас пойдут у нас, вот посады сейчас пойдут, мы тоже должны туда давать, что сделано. Туда выкладывать и фотографии, туда выкладывать объём работ и туда выкладывать, как идёт приёмка или контроль за этим видом работ, будь то асфальт, будь то входная группа. Промышленные сбросы, дождевая канализация и городские стоки – основные источники загрязнения Волги. Техногенное использование реки – мощный фактор развития городов, но нанёс ей непоправимый ущерб. Настало время вернуть Волге прежнее состояние. Олег Зверев знает как. Ещё не так давно были времена, когда в Волге плавали осетры, а воду пили прямо из речки. Сегодня картина уже не та. Города, которые благодаря Великой реке выросли до миллионных, изменили её до неузнаваемости. Вернуть качество волжской воды вряд ли удастся, а вот снизить техногенные воздействия – задачи, которые необходимо решать всем миром. На это направлен проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». В Самаре ежегодно проводятся мероприятия по очистке прибрежной зоны. Ежегодно бюджетом городского округа Самара предусмотрены средства на очистку как зоны рекреации, так и прибрежных полос Саратовского водохранилища. В этом году в связи с высоким уровнем воды определенные проблемы присутствуют. Но, тем не менее, как Самарская набережная, так и подрядная организация справляется со своими на них возможными обязанностями. В этом году открытие пляжного сезона было отложено, хотя паводок держался очень долго, и вода отошла совсем недавно, городские набережные приведены в порядок. На самом деле я долго не ходил на пляж, наверное, несколько лет, и в этом году очень здорово всё изменилось на пляжу, включая детский пляж. Вода отличная, чистая, хорошая, тёплая. Буквально только что сошёл очередной паводок, да, превышение было более полутора метров, и, тем не менее, мы видим обустроенную пляжную зону, мы видим контейнеры, в том числе и для раздельного сбора мусора. Ещё раз хочу отметить эффективную работу и губернатора, и его команды. Мы видим, как преображается не только набережная, но и меняется ментальность людей. Сегодня разрабатывается комплексная государственная программа, задача которой сократить промышленные и ливневые стоки. В политической воле на это есть важно мобилизовать как можно больше представителей власти, экологов, экспертов, общественный контроль. И это по всем городам и притокам от Валдая до Каспия. Проблему Волжского бассейна планируется озвучить в докладе на форуме ОНФ, который пройдёт с участием президента России в конце этого года. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре ночью загорелся ТРК «Вивалент». На месте происшествия работали 44 пожарных и 12 единиц техники. Горел цокольный этаж, где располагается серверная. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь удалось потушить в полночь. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются. В Самаре военный суд назначил жителю Кургана штраф в 200 тысяч рублей за призыв к терроризму и публичное его оправдание. Стражи порядка установили, что молодой человек являлся активным приверженцем радикальных течений ислама. Он размещал на своей странице во Вконтакте призывы к ведению вооружённого джихада с врагами ислама в радикальной форме. Свою вину он полностью признал. В Самарской области люди умирают чаще, чем рождаются. За первые полугодия численность населения в регионе уменьшилась на 4700 человек. Чаще всего, почти в половине случаев, самарцы умирали от болезни системы кровообращения. Доля умерших от рака составила 14%, а от несчастных случаев почти 10%. Движение по Московскому шоссе в районе Луначарского перекроют уже завтра ночью, сообщает ГИБДД в Самарской области. В сторону города можно будет проехать по Московскому, здесь будет одностороннее движение. Назад же придется ехать по Киевской и Тухачевскому, здесь также будет одностороннее движение. Температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. Однако синоптики предупреждают, что в последний день недели возможен дождь. Напомним, в первой половине лета 2017 года в регионе выпало рекордное количество осадков, за чего паводок затянулся до второй половины июля. Теперь холодный фронт ушел, при этом в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. На трамвае к Чемпионату мира по футболу Самара получила 10 комфортабельных машин повышенной вместимости. Реклама вне закона. Самовольно установленные билборды в Самаре сносят с тахановскими темпами. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин